Всем привет! На нашем канале уже было видео про данную серию S. Кому интересно оставлю ссылку наверху. Внешний вид особенно и дисплей с отличными углами обзора почти как на IPS матрице. А в этой модели сохранили почти все то же самое, но при этом в более компактном размере. Сейчас все рассмотрим детально, так что всем приятного просмотра. Поставляется в высококачественном футеляре для удобства хранения и транспортировки. Шупы с виду неплохого качества. Возможность коммутации токов до 10 ампер и третья степень категории безопасности до 600 вольт. Но вот разъемы здесь нестандартные и несовместимы с промышленными приборами и длина проводов порядка одного метра. Руководство пользователя на китайском и английском языке, где сможем увидеть все основные технические параметры прибора. В футляре видим карман для шуфов, ну и сертификат соответствия. Как видим прибор очень маленьких размеров, встроенный литий-ионный аккумулятор. Дисплей видно немаленьких размеров, а по толщине здесь конечно видим есть разница. Вес прибора составляет всего 95 граммов. Первое включение и в глаза бросается сразу индикация температуры со встроенного термодатчика. Это так сказать в качестве комнатного термометра. Дисплей все так же показывает отличные углы обзора, практически под прямой угол. Но на вертикали есть такой переход контраста, но это болезнь почти всех монохромных жидкокристаллических дисплеев. На приборе всего 4 кнопки. Снизу расположены гнезда шуфов и гнездо для зарядки стандарта USB Type-C, ну и индикатор зарядки. Автоматический режим это для автоматического подбора режимов измерения. Этот режим оставим для начинающих пользователей. Сверху первая кнопка включения. Следующая кнопка позволяет переключить вручную режим измерения. В режим измерения постоянного напряжения. Измерения будем начинать с элементов питания. Видим неплохую скорость измерения. Также проверим на высокоточном блоке питания RIGAL 1 милливольт все как на блоке питания. И можем убедиться, что разрешение на мультиметры это не просто для красоты, а реально каждый милливольт точь-в-точь измеряет. С увеличением напряжения смотрим незначительно. Меняется точность и на отметке в 1 вольт набегает лишних 5 милливольт напряжения. В 5 вольт уже 22 милливольт лишних. Ну а при более высоком напряжении видим уже набегают значительно больше лишних милливольт. Следующий режим измерения это измерение переменного напряжения. Создавать малую амплитуду будем с помощью такого генератора. Видно нормальное излечение истинно среднеквадратичного значения, в чем можем убедиться и на примере осциллографа RIGAL. На низкой частоте идет провал излечения формы сигнала. В том числе и теряется возможность измерения частоты. Теперь такой тест. Посмотрим какую частоту прибор может измерить. 100 герц есть. 1 килогерц. Отлично. 3 килогерц. 4. Теперь пробуем менять амплитуду на более высокое напряжение. И как видим, с успехом продолжает измерять примерно до 7,5 килогерц. Смотрим возможность излечения истинного напряжения. на столь малой амплитуде в пике. И для полноты картины на частоте в 1 килогерц. Смотрим измерения под разные формы сигнала. Достаточно быстрая стабилизация показаний измерения. Следующий режим это функция NCV. Так называемый тест скрытой проводки. Функция не муляж. Это реально работает. И в зависимости от расстояния. Видим как меняется степень интенсивности свето-звукового оповещения. Далее функция live. Возможность обнаружения фазы с помощью одного шупа. И как видим тоже прекрасно работает. Следующая функция это возможность обнаружения частоты. И сверху коэффициент заполнения. И на данном режиме смотрим удается измерить полных 8 килогерц. И это все еще не предел. 10 килогерц есть. 100 килогерц отлично. Ну и как видим 1 мегагерц. А дальше уже идет ошибка. И еще раз прибор возвращается в первоначальный автоматический подбор режимов измерения. Следующая кнопка позволяет переключить в режим измерения конденсаторов. Видим возможность измерения нанофарадов. Теперь и пикофарады в режиме нанофарадов. 100 пикофарад отображает как половина. 22 пикофарады и все что ниже. Как видим прибор не видит. Теперь пробуем более емкие конденсаторы. Конденсаторы измеряют очень долго. Поэтому видео идет в ускоренном режиме. 4,7 мф есть. 11,8 неплохо. 21,7. Ну и 48 мф. Следующая функция это возможность измерения сопротивления. Диапазоны подбираются в автоматическом порядке. 5 Ом видит как 4,5. И нормальное измерение вплоть до 23 мега Ом. Далее режим прозвонки. Достаточно громко, но не очень высокая скорость отклика. А вот на разрыв работает прекрасно. Следующая функция теста диода. На шипах приличное напряжение. Тест диода очень быстрое измерение. Светодиоды зажигают. Есть индикация падения напряжения. Ну и остальные светодиоды также отлично зажигают. Пробуем и светодиодную лампочку. Здесь точно так же отличный результат. Еще раз нажимаем. И это все функции прибора. Ну и кнопка hold. Возможность зафиксировать показания измерения. На дисплее есть такой значок. Значок таймера. Если не пользоваться прибором больше 5 минут. Прибор сперва создает такое предупреждение звуковое. Надо добежать. Нажать какую-нибудь кнопку. Если этого не сделать. То происходит еще одно предупреждение. И прибор уходит в защиту. То есть отключается. Тем самым сохраняет заряд элементов питания. Но при желании эту функцию можно отключить. Для этого на включенном приборе удерживаем данную кнопку. Более 2 секунд. И как видим, значок исчезает. И теперь можно пользоваться бесконечно. Вплоть до полного опустощения элементов питания. Спасибо за просмотр.